Был ли Иисус ортодоксальным евреем? Видно, что Иисус не был ортодоксальным евреем в терминах сегодняшних ортодоксальных евреев или ортодоксальных раввинов. Но, определенно, Иешуа был соблюдающим Тору евреем, и в этом смысле он был ортодоксом в первом веке. Он был признан как соблюдающий Тору, и в субботу, в шаббат он ходил в синагогу. И это на самом деле было фарисейским нововведением. Этого совершенно не было в Библии. Это то, что разработали фарисеи. И есть другие вещи, которые делал Иешуа, которые, похоже, согласовывались с традицией фарисеев. В то же самое время он делал очень серьезное исключение в отношении некоторых традиций своего времени, некоторых фарисейских традиций. Посмотрите, что он говорит религиозным лидерам в Евангелии от Марка в 7 главе. Он осуждает, упрекает их за лицемерие, и он говорит, «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание». Итак, если это были традиции, которые широко соблюдались людьми, и которые, по своей сути, были нейтральными или хорошими, Иисус, очевидно, участвовал в этом. Когда это был вопрос соблюдения Торы по максимуму, он был полностью ортодоксом в этом отношении. Но когда речь заходила о многих других традициях, если он чувствовал, что они добавляют бремя людям, если он считал, что эти заповеди были лишены Духа и истины Слова, он осуждал их и серьезно противостоял им. И на основании многих из тех традиций, которые Иисус отвергал, ортодоксальный иудаизм утверждался на протяжении столетий. Потому опять-таки, в этом смысле и в современном смысле нет, Иисус, Иешуа, не был ортодоксальным евреем. Вы можете заметить в конце 11 главы Евангелия от Матфея, что Иешуа говорит всем, кто трудится и несет тяжелые бремена, «Придите ко мне, и вы найдете покой». Затем посмотрите на Матфея 12, где дальше следует рассказ о том, что Иисус исцелил человека в субботу, а его ученики собирали колоссия и ели, проходя через поля. А религиозные лидеры говорили, «Почему вы делаете это? Это нарушает шаббат». А он говорит им, «Нет, нет, нет, вы неправильно поняли цели Духа Шаббата. Ваши законы делают Слово Божье пустым». Если вы по-настоящему хотите познать шаббатный покой, говорит Иешуа, «Если вы по-настоящему хотите понять Божью цель шаббата, придите ко мне». Вот что он сказал, «И вы найдете покой, шаббатный покой, вечный шаббатный покой для себя». Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...